Добрый день! Здравствуйте! С вами Елена Альнова, это музей тактической медицины. Большое спасибо всем моим подписчикам, все, кто присоединился к просмотру. Хотелось бы сегодня вам показать по-настоящему исторические экспонаты нашего виртуального музея тактической медицины, а именно аптечки медицинские времен Отечественной войны, медицинские аптечки, сейчас поближе вам продемонстрирую их содержимое и дополнительно к времену Отечественной войны какие-то материалы, шампунь для волос, хлорино, корка, какие-то другие вещества. Итак, первым экспонатом вашего внимания хочу предложить это аптечка медицинская, малый медицинский подсумок, аптечка медика вермахта, она представляет собой кожаный футляр вот такого размера, с двумя боковыми застежками на металлические штырочки и с обратным открытием. То есть вот здесь мы видим, что крепление к поясу, к ремню может осуществляться. Впоследствии вот этих вот ремешков, давайте один мешочек так вытащим, продемонстрируем, как это может все происходить. Ну, то есть вот так вытаскивается к ремню или к какому-то обороту не крепится, или застегивается плотно, к поясному ремню. Вот, и обратное открытие. Внешне похож немножко на подсумок к винтовке мусора, на усинске, но того скос боковой. И открытие идет в другом направлении. Здесь, видимо, маркировку, то есть это времен Отечественной войны, 42-го года. Вот, и давайте посмотрим содержимое. Содержимое. Здесь вот в этом пакетике датируется 45-м годом производства булавочки. Булавочки. На цветах видно, что там пакетик с булавками. Ну, для чего-то они нужны, да. Вот, потом перевязочный пакет в прорезиненной упаковке, который также, как, ну, пакет эсмарха, зову. Пакет эсмарха, который широко использовался и в советской армии. Внеизменный вид существует с 35-го года. Вот здесь мы видим указание «Открыть», написано на немецком языке, «Открыть здесь». Ну, уже время до нас уже здесь открыло. Вот, и мы можем, не прилагая усилий, посмотреть, там тоже, видимо, вощенную бумагу. Вот все составляющие пакета перевязочного, которые мы можем увидеть, не будем оставить, пока это загадкой такой, да. Здесь все перевязочные, ну, все составляющие перевязочного пакета. То есть две подушечки, одна фиксированная, другая движущаяся на ленточке, на бинтовой. Такой перевязочный пакет. Затем дальше мы видим здесь по наличию жгут. Сейчас отдельно вот о нем скажу. Хотя я про жгуты снимала. Интересный это экспонат. Два перевязочных пакета бумажных. Один здесь немножко я вас ввела в заблуждение. Вот эти вот две ампулы, раньше, да, в сайте кипрюнах, таких вот в пластмассовых ампулах, может быть, это они и есть. Вот было кастровое масло, вот в похожих таких. Ну, здесь вот наверняка уже одеревеневшее, скоро превратится в янтарь, наверное. Но вот пока это такие вот какие-то одеревеневшие желатиновые капсулы, ампулы. Ну, возможно, это то же самое кастровое масло, которое, как я предполагаю, раньше широко в аптеках продавалось. Они вот без такой бы лизопайной капсулы, прям такие большие тоже. Вот, шпатель бумажный, ой, деревянный, панерный шпатель. Ну, сейчас тоже такие лопатки одноразово используются широко. Сейчас переходим от одних одноразовых материалов к другим. Вот, ну, такие вот шпатель, при помощи которого можно и мазь на мазь, ворлок смотреть, и какие-то там определенные медицинские манипуляции совершить. Вот и все. Есть еще большой медицинский подсумок, где он разделен. Во-первых, здесь вот там инструкция с наличием препаратов описана, у меня такого нет в наличии. Вот, и разделен он внутри на отсеки, куда это укладывается. Ну, это аналог современного аптечки индивидуальной носила, или ИФАК в американской аббревиатуре, или каких-то других, вот, то есть, такой непосредственный набор оказания первой помощи, где должен находиться бинт, жгут. Вот простейшие такие вот материалы по оказанию первой помощи. Вот это давайте посмотрим поближе, перевязочный пакет. Время тоже тут уже немножко прекратило в такой вот... Пока еще не уголь, но уже близко к тому. Ну, это вот так вот все это открывается. Если потянуть за эту веревочку плотненькую, такую шнурочку если потянуть, то это разорвется вот так по периметру, открывается, и там внутри марлечка, перевязочный пакет, вот где бинтик, вот тот край для нас виден. Вот, хороший состав материал, хорошие, люблю я такие. Времен войны, но они плотные, и в то же время рыхлые одновременно, то есть и прочность сохраняется. Не буду же вас печатать, не надо экспонат, пусть они покоятся в недрах этой аптечки. Потом назад сюда сложу. Для нас интересно вообще представлять вот этот вот жгут. Жгуты вот такие встречательные части, такой немецкий жгут, кровоостанавливающий жгут, который представляет собой... Я тоже видео снимала, пошку там, посмотрите. Вроде бы ничего сложного. И он прям вот резиной пахнет, выглядит как новый, как будто современный, современная вот такая резина, леночка резиновая. Вот, и на конце веревочки здесь вот пришит, так плотненько, хорошо. Вот так вот зафиксировано. На конце вот эти вот две веревочки, которым можно этот жгут прификсировать к месту положения. Хорошо тянется. Тут вот резина очень хорошая. В качестве кровоостанавливающего средства замечательная. Лучше многих жгутов современных, классно-осовых. Вот, поэтому вот это вот можно тоже нам на вооружение взять, внимание, и обычные бинты резиновые используют тоже, как кровоостанавливающие жгуты. Вот, давайте посмотрим, содержим вторую аптечку. Вторая аптечка не менее интересная, она черного цвета. Это цвет немецкого красного креста. Красный крест. Организация гуманистическая, гуманная, но понятно, что везде, независимо от каких политических убеждений, люди страдают, требуются при оказании помощи при раненном бойцам, травмированном. И Красный крест там, где страдания у людей там всегда появляются. Конечно, к этой организации тоже есть определенный вопрос. Это изначально она была такая вот гуманная. Сейчас-час под эгидой Красного креста творятся какие-то не очень гуманные действия происходят под прикрытием Красного креста. Но, тем не менее, такая организация существует. И вот в вермахте тоже она существовала. Здесь вот мы поближе посмотрим, там увидим буквы ДРК, немецкий Красный крест. Вот, и давайте посмотрим содержимое. Вот содержимое, повязка. Повязка, видите, она от советских отличается, ну, просто по выработке отличается. Здесь он как бы прошитый, вышитый вот этот вот бинт. У нас часто у советских перевязочных было нарисованы или пришиты сверху полоски. Ну, это такая модификация, которая просто для специалистов нужно заниматься историческими какими-то материалами. Вот. Потом содержимое. Здесь вот несколько мы видим бинтиков. Сейчас я вам покажу их поближе. Они уже совсем рыхленьком, таком прям в рыхлом упаковке. Вот, мы видим вот такие вот бинтики. Вот. По качеству они видны хорошие. Прям такие вот, как шелковые, шелковистые, шелковые. Здесь бумага немножко уже разлетелась. Вот так вот он был упакован. Бумажка немножко тут уже разлетелась. Все так прям аккуратненько, аккуратненько вот это вот снимем. Потом оденем. Здесь веревочка перевязана. Вот такой вот серёк. Здесь, ну, датировано, указано все синие упаковки. Здесь уже не читаем вот эти подписи. Если вот эту веревочку оборвать, то мы получим бинтик с небольшой вот подушечкой. Вот это вот мы видим подушечку здесь. Ватномарливая. Ватномарливая подушечка. А и бинтик, которым приматывается. Ну, аналоги, как и бывает. Я потом аккуратненько все положу, потому что это ценный экземпляр. Вот такие же вот тоже здесь бинтики. Цифра 15. Брыхленький. Ну, и вот. Все. Еще один перевязочный пакет, который вот мы видели в предыдущей аптечке. Таких было много. Здесь вот тоже датирование есть. Но читаем. Таких вот много перевязочных пакетов встречается. Трудно их определить, вот идентифицировать, откуда они. Но пока что материалы чуть отличаются от советских от ненецких. Немножко они отличаются, но практически такие же. Дальше что там у нас? Посмотрим. Ну, вот такие-то вот крючок-пробирочки здесь. Не знаю для чего. Но можно предположить, что туда для сбора какого-то материала, куда можно даже приукусь клеща. Вообще вот с собой мелкие пробирки, которые рекомендуется носить. Ну, там коробочки какие-то. Приукусь клеща, если его извлекли, нужно этого клеща поместить в пробирку. Потом можно отдать в лабораторию. Но это с этим, скорее всего, не связано. Так вот я больше фантазирую. Может поместить в клеща, отдать в лабораторию, посмотреть, болеет он, заражен он, возбудительный нацифалит или нет. Все, все, вот и конкретно клещ, который у вас. Вот не знаю, для чего пробирочек, для разведения каких-то. Вот булавочки. Булавочки. Вот это есть и ржавые совсем булавочки. Булавки всегда содержат во всех пакетах. Это вот как в обериях хотелось бы вам сказать. Это обязательно во всех перевязочных пакетах много фантазируют над тем, для чего они нужны. Но считается по инструкции, по перевязочным пакетам, что для того, чтобы закрепить обратный конец, бинта, прикрепить к повязке. Много других функций у булавок можно предположить. В том числе я такое экзотическое слышала. Кто-то из военных медиков рассказывал, демонстрировал, смеялся. Вот эта булавка от души говорила, что она от сглазу, от сглазу, от порчи, от сглазу. Но я отчасти уже, да, с этим соглашусь. Посмотрите мое видео, как я сделала, там, правда, звук не очень хороший, как из булавки сделать компас. Это один из способов, для чего можно применить булавку. Ну и вообще такой-такой прям обелег какой-то. Поэтому, да, за глазом, наверное. Но это не помогло солдатам вермахта. Правое дело было не за ними, поэтому победили они. Вот там эта бумажка. Вот здесь вот мы видим какие-то мази от обморожения. Всегда там мазь складывается. Мазь, которую можно закладывать, уже она тоже вот от времени там немножко спрессовалась, но она таким каким-то вазелином пахнет. Вот еще здесь такая коробочка тоже с мазью. Можем ее даже потихонечку отпечатать. Ну, нет, она такая прилипшая прям. Не будем тревожить. Пусть она здесь покоится. Вот такой вот содержимый коробочки. Ну, аптечки, конечно, да, удобные, кожные. Для тех времен это было очень так современно, удобно по открытию, что в противоположную сторону. Не так вот, когда... То есть аптечка на поясе открывает, и вот здесь вот можно все взять, ничего не высыпать. Когда в противоположную сторону, то открывается в сторону тела, то не так это удобно, крышка до конца открывается. Так, отдельно аптечек хотелось вам еще вот мне продемонстрировать. Вот, смотрите, есть специальный заказ был вермахта. Присыпка для ног. Видно, тут нет, видно. Присыпка для ног. То есть обеспечение, конечно, было военных немецких на высоком уровне. Но это не помогло им. Еще раз говорю. Вот, потом вот пакетик, видно, с хлоркой. Тоже. Ну, хлорка, она и в настоящее время, она меньше применяется, но хлорка, держащий патисептики. И с обратной стороны инструкция, как применять, для чего, как разводить. Для дезинфекции, для мытья рог. Хлорка используется. Вот здесь мы можем увидеть фирмы Шварцкоп. Так называемый сухой шампунь для волос. Ну, порошок, адсорбент с отдушкой, с какой-то, который можно нанести на волосы. Здесь вот для блондинок, блондинка, брюнетка нарисована для разных волос. Немножко тоже, что-то они пакетики такие уже. За счет того, что там порошок с одеждой, он, ну, разъедает упаковку. Вот, и делает ее такой вот уже некрасивой, шершавенькой. Для блондинок, для брюнетов. Сухой шампунь. Адсорбент. Сейчас тоже есть такие вещества, которые используются, наносятся на волосы, адсорбируют там жир, грязь, все, и потом встряхиваются. Фирма Шварцкоп. Вот здесь вот совсем прям бледненько. Тоже порошочек содержится от вшей. Там, висона. Мошка. Тоже с таким жирным пятном. Запахом с характерным. Сейчас, вот, ну, просто как к слову скажу. Вот вшей, откуда они появляются, куда исчезают, как говорят, никто не знает. Всегда появляются они в период военного времени, в период каких-то неустроенностей. Вот, а вот в девяностое падает в шеи. Педикулез, грантный называется педикулез. Вспышка была, педикулеза, вспышки. Но вшей стоит в себе, ну, конечно, они дискомфорт человеку. Они паразиты, экто-паразиты, то есть наружный паразит. Они наносят дискомфорт большой человеку, кусают его, чешутся, голова, там где-то, есть три вида в шее, прям вот отдельная тема. Вот. Но лечится легко в настоящее время педикулез. Бывает, иногда, где-то там в каких-то периодических вспышках возникают. Где-то даже любой человек может заразиться. Во авто, с троллейбцем проехал, там рядом с кем-то посидел, об кресло вот так вот облокотился. Почему? Одноразово используются вот салфетки, ну, где-то в аэропорте, в самолете, я имею в виду там в поездах, в сидячих местах. Очень легко лечится педикулез, зараженность в шами и чесотка. Мазь есть хорошо, бензил, бензоат. Крем даже, не мазь, а крем. И одно-два втирания помогает. Не приходится стревать волосы, не приходится какие-то такие вот дополнительные, как, например, серную мазь, нужно 5 дней мазать, вот от чесотки я имею в виду, 5 дней мазать, жирные, не купаться. Бензил, бензил, от чесотки, от вшей очень хорошо помогает. Вот. Ну, немножко так я в сторону отошла от темы. А тема была такая, что демонстрация аптечек, подсумков медицинских времен Отечественной войны. Немецкие два подсумка были представлены, малый медицинский подсумок в частей регулярных и в ДРК немецкого красного креста. Посмотрели содержимое, поговорили немножко о перевязчивых материалах еще раз выяснили, гигроскопичность вот этих вот моментов. Вот. Ну, на этом все. Такое небольшое видео хотелось мне вам продемонстрировать. пока заканчиваем. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова